Здравствуйте, в эфире программа «Подробности». Сегодня подробно будем говорить о налогах, о тех изменениях в налоговом законодательстве, которые вступили в силу с 2015 года. Вместе с нами в студии заместитель и руководитель управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области Алексей Лащенов. Алексей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Новый год, новая декларационная кампания, традиционно она начинается с началом календарного года. Каковы, скажем так, основные особенности декларационной кампании этого года? Действительно, в течение ближайшего периода времени налоговый орган будет проводить декларационную кампанию для физических лиц. Цель и задача этой декларационной кампании – физическое лицо, которое получало налогооблагаемые доходы в 2014 году, за которые, соответственно, оплата налога не была произведена, обязаны представить соответствующую налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ до 30 апреля 2015 года в налоговые органы. Для начала я напомню категорию таких физических лиц. В частности, это арендодатели объектов недвижимого имущества, которые получали доходы в виде арендной платы. Это владельцы объектов недвижимости, которые периодом менее трех лет продали объекты недвижимого имущества, также получили доходы, в отношении которых необходимо уплатить налог на доходы физических лиц. Это, скажем, физические лица, которые получили доходы в результате отчуждения долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, дивиденды и проценты, индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, частно протекающие нотариусы, адвокаты, ну и иные категории физических лиц. Повторяю, основное здесь, основное условие привлечения их, декларируя налогооблагаемых доходов из представления налоговой декларации по форме 3НДФЛ, это полученные денежные средства или доходы в натуральном размере в течение 2014 года, с которых не было плача налог на доходы физических лиц. Как будет проходить эта декларационная кампания? Это достаточно традиционное мероприятие. Вот если взять итоги прошлого года, то порядка 22 тысяч жителей Рязанской области представили соответствующую налоговую декларацию в налоговые органы. Налог доплаты составил более 72 миллионов рублей. То есть наши жители привыкли к проведению такой декларационной кампании. Форма декларации незначительно изменится. Сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции приказ Федеральной налоговой службы, но уже наши территориальные подразделения налоговой инспекции сориентированы соответственно на новой бланке налоговых деклараций. Их также можно получить безвозмездно в налоговой инспекции, соответственно заполнить декларацию и представить в установленном порядке в налоговые органы. Либо на сайте Федеральной налоговой службы, зарегистрироваться в интернет-сервисе личный кабинет для налогоплательщиков физического лица. Либо скачать соответствующие информационные материалы. Также на сайте ФНС России представить соответствующую налоговую декларацию. Какие-то новеллы в рамках этой декларационной кампании есть? В частности, приходилось слышать о том, что освобождение от уплаты налогов в связи с продажей недвижимости, был срок, вы его сейчас назвали, 3 года, теперь он увеличивается до 5 лет. Действительно, был принят соответствующий федеральный закон, обращая сразу внимание, что изменения, о которых вы говорите, введение в законодательство понятия предельного срока владения объектами недвижимого имущества в качестве основания для представления соответствующей налоговой декларации уплаты НДФЛ, вот этот федеральный закон наступает в силу с 1 января 2016 года. То есть, нужно быть внимательным, в 2015 году эти изменения не будут действовать. В чем смысл этих изменений? Если сегодня вы владеете объектом недвижимости и его отчуждаете в течение трехгодичного срока периода владения, то в этом случае необходимо представить в налоговые органы декларацию по форме НДФЛ и заплатить налог на доходы физического лица, полученные в результате отчуждения этого объекта. Соответственно, если период владения объектом составляет более трех лет, то полученные доходы не являются объектом налогообложения. Вот с 1 января 2016 года по сделкам, которые будут совершены в следующем году, соответственно, этот срок владения объектом продлевается до пяти лет. То есть, в этом году пока три года, тут все остается. В этом году пока три года, да, но и даже из этого правила из пятилетнего срока тоже будут исключения. То есть, если вы, например, квартиру приобрели по безвозмездной сделке, скажем, в режиме приватизации, по договору дарения, наследованию, в ренту, то в этом случае, соответственно, тоже трехгодичный период владения этим объектом, в течение которого его отчуждение влечет за собой возникновение налогооблагаемых доходов, а по истечении трех лет не нужно, соответственно, отчитываться в налоговую службу, он сохранится. Но обратите внимание, что речь идет именно о безвозмездных сделках, на основании которых были приобретены соответствующие объекты. Ну, а если вы повторно сначала приобрели на вторичном рынке объект недвижимости, потом его отчуждаете, и период владения составляет у вас менее пяти лет, то в этом случае, соответственно, нужно будет отчитываться по налогооблагаемым доходам. Но эти новеллы вступят в силу только в следующем году. В этом году пока все сохраняется. Алексей Васильевич, в Рязанской области, ну, наверное, как и во многих других городах России, в 2014 году появилось большое количество беженцев из регионов Украины. Многие из них работают. Должны ли они платить НДФЛ, налог доходов физических лиц в России, и каковы особенности исчисления этих налогов в следующем году? Да, ну, здесь две новеллы, которые были внесены в законодательство, действуют они в течение текущего периода. Значит, первое, если эти физические лица, соответственно, являются работниками в организациях, то в этом случае налог на доходы физических лиц, они уплачивают в том же размере, в том же объеме, что и российские граждане по ставке 13%, соответственно. Если речь идет о тех физических лицах, которые на основании патента раньше трудились у индивидуальных предпринимателей, то в этом случае, кстати, для граждан других иностранных государств, в этом случае федеральный закон вносит определенные изменения в налоговый кодекс, суть этих изменений. Теперь на основании патента можно также и осуществлять трудовую деятельность не только у физического лица, но и в организации, скажем, или у индивидуального предпринимателя. Но при этом возросла сумма ежемесячного авансового платежа, который необходимо будет уплатить иностранному гражданину за работу по патенту. Значит, на территории Рязанской области эта сумма складывается из трех составляющих. Это базовая часть, которую установлен налоговым кодексом, 1200 рублей, ну и определенные коэффициенты. Это коэффициент дефлятора и коэффициент, учитывающий особенности регионального рынка труда, который устанавливается законом Рязанской области. Вот в целом, если брать сумму ежемесячного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, который нужно будет уплатить иностранному гражданину, в целом эта сумма составляет, соответственно, 2807 рублей. Поэтому изменения существенные, соответственно, нужно четко понимать иностранным гражданам, которые будут получать патенты, начиная с 1 ноя 2015 года в Федеральной миграционной службе, о том, что уплата авансового платежа по НДФЛ должна производиться вот в этом уже индексированном объеме. Ну и еще вопрос, который хотелось бы задать, хотелось бы обсудить. У нас много говорится о так называемом налоге на роскошь, да, то есть на приобретении дорогих квартир, дорогих автомобилей и прочих, проще, что ставка должна быть выше. Ну а зачастую, скажем так, такие вот объекты движимого и недвижимого имущества покупают люди, которые, скажем так, вообще не декларируют никакой доход. Есть ли такая практика в Рязанской области и как быть с такими в кавычках налогоплательщиками? Ну действительно, мы очень внимательно проанализировали ту информацию, которая нам представляется из регистрирующих органов по приобретению транспортных средств, по приобретению объектов недвижимого имущества. Речь идет о дорогостоящем кластере таких объектов, скажем, недвижимостью, недвижимость ценой более 2,5 миллионов рублей или транспортные средства более 2 миллионов рублей в стоимости. Действительно, существует такая практика взаимодействия с налогоплательщиками налоговых органов. Я сразу поясню, о чем идет речь. Соответственно, наши коллеги из других регионов стали более внимательно относиться к таким приобретениям и проанализировали ситуацию по владельцам соответствующих объектов. И в первую очередь их заинтересовали случаи, когда физическое лицо приобретает такой объект, но при этом у налогового органа в течение длительных трех и более налоговых периодов нет информации о налогооблагаемых доходах этого физического лица. Скажем, не представляются справки по форме 2 НДФЛ от работодателей. Это физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем, не представляет налоговую отчетность по форме 3 НДФЛ. То есть, никакой информации о налогооблагаемых доходах нет, но при этом есть сведения о том, что это физическое лицо потратило значительные денежные средства на приобретение таких дорогостоящих объектов. Налоговые органы в этой ситуации приглашают налогоплательщика, соответственно, для рассмотрения вопроса о величине налогооблагаемых доходов, о источнике их выплаты. И вот в отдельных регионах, соответственно, существует такая судебная практика. Действительно, налогоплательщики либо не дают пояснения, либо представляют информацию о том, что действительно были доходы, в отношении которых они не уплатили НДФЛ. Были споры, в частности, в Белгородской области с налоговыми органами. Они рассматривали в судебном порядке, и Верховный суд Российской Федерации высказался однозначно в этой ситуации в пользу налоговиков. То есть, если физическое лицо, имея такие доходы, распорядило соответствующие денежные средства на приобретение дорогостоящих объектов недвижимого имущества, при этом не смогло пояснить об источнике возникновения соответствующих доходов, то эти доходы должны рассматриваться источником налогообложения. Если говорить о Рязанской области, мы действительно сейчас во взаимодействии с регистрирующим органом по поручению Федеральной налоговой службы провели такой анализ, соответственно, налогоплательщиков, по которым у нас нет на протяжении длительного периода времени информации по формам 2 НДФЛ, о выплате им налогооблагаемых доходов работодателям, например, то есть они находятся официально безработными в статусе в таком, или не являются индивидуальным предпринимателем. Порядка 700-720 у нас таких случаев было выявлено. Мы сейчас активно работаем, соответственно, с этими владельцами крупных объектов недвижимости, у которых нашлись денежные средства на приобретение этих объектов, но, к сожалению, пока никаких пояснений, соответственно, налоговые органы не представили относительно того, какие денежные средства, а точнее так, из каких источников, соответственно, была осуществлена соответствующая выплата на приобретение таких объектов. Здесь ничего, что называется, как вы это называете, налог на роскошь, здесь ничего от этого налога нет, у нас вообще такого официального налога не существует, налога на роскошь. Речь идет просто об анализе информации по представленным сведениям из регистрирующих органов. И у налоговых органов есть такое полномочие, в соответствии с налоговым кодексом, запросить пояснение у налогоплательщика, рассчитать величину налога, подлежащего плате, в частности, речь идет о налоге на доходы физических лиц, если соответствующая сумма доходов подлежали налогообложению. Поэтому это абсолютно цивилизованный способ взаимодействия с налогоплательщиками, и мы проводим декларационную кампанию не только в отношении традиционных наших декларантов, которые сдают в аренду квартиры, соответственно, и отчитываются о налогооблагаемых доходах, величина которых, как правило, не превышает 500 тысяч рублей, как вы понимаете. Но и речь идет в том числе о таких крупных приобретениях, они тоже находятся в поле внимания налоговой службы. Спасибо. Алексей Лощенов, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы по Рязанской области, был сегодня гостем программы «Подробности».